Меня зовут Патрик Ланкастер, и прямо сейчас мы находимся недалеко от города Шебекино, в Белогородской области России. И прямо сейчас мы направляемся в город, и мы можем видеть дым, поднимающийся над городом. Потому что Украина нападает на этот город в течение всего прошлого года и просто бьет молотком. Это так. А за последние два дня губернатор сообщил о том, что в этом городе было уничтожено более 600 торговых точек. В прошлом году мы были здесь и показывали вам начальные этапы нападений на этот город, на жилые районы этого города и прилегающие районы Белградской области. И сегодня мы снова собрались здесь для того, чтобы показать тебе, что происходит на самом деле. Потому что в последние недели и месяцы число нападений сильно возросло. И не так давно был отдан приказ об эвакуации населения. Люди уже эвакуированы. До войны население этого города составляло 40 человек. Сейчас, по имеющимся сведениям, здесь почти никого не осталось. Но мы собираемся показать вам в точности ситуацию на местах такой, какой мы ее видим. Хорошо, итак, мы въехали в город, как вы видите. Вот и вывеска на английском языке, Чебекана. Итак, мы уже здесь, и первое, что мы видим, это то, что он еще не полностью эвакуирован. На улицах все еще есть живые люди. Конечно же, здесь не так уж много народу. Здесь есть несколько машин, несколько человек на велосипедах, несколько человек прогуливаются пешком. Но на данный момент это определенно не тот оживленный город, который можно назвать оживленным. А теперь мы отправимся в центр и посмотрим, какую еще информацию мы сможем найти об этих последних атаках и какова реальная ситуация находится здесь, в городе Чебекана, Белгородской области России. А что же на самом деле происходит на земле? А теперь мы приближаемся к центру города и видим еще больше разрушений и еще больше подготовительных работ к нанесению ущерба в виде мешков с песком и прочего, чтобы эти осколки не попали в окна. А теперь имей в виду, что мы находимся всего в паре километров от украинско-российской границы с российской стороны. Так вот эти нападения были организованы украинскими и проукраинскими силами на этот город, здесь, в Чебекино. И мы показываем тебе, как обстоит дело на самом деле. Хорошо, мы решили выйти из машины и отправиться пешком на поиски возможного места нападения, о котором сообщили в это случилось сегодня утром. Все в порядке, теперь мы нашли дом или многоквартирный дом под номером 90. И это то место, где по сообщениям произошло нападение. Сегодня утром. Мы видим, что он приближается с украинской территории, и в боковой стене здания есть дыра. Теперь мы видим пожарных, они сказали, что возможно нашли несколько жертв нападения. Мы собираемся пойти вместе с ними и посмотреть, что они скажут. Хорошо, теперь мы можем точно увидеть, как разыгралась эта стая. По крайней мере, один из снарядов упал именно здесь, в этом районе. Мы видим, что контрольный удар, по крайней мере, один из них, пришелся именно с этой стороны, в направлении украинской границы. Всего в паре километров в ту сторону находится заказанная Украиной территория, контролируемая Украиной. Очевидно, именно отсюда и пошло это вдохновение, потому что победа одержана именно в сторону Украины. И мы видим, что это всего лишь одно из более чем 600 зарегистрированных шоу, которые проходят в этом городе. Здесь же находится гражданская зона. Все в порядке, так что мы только что нашли осколок самого снаряда. Мы не можем точно сказать, что это такое. Если у тебя есть свое мнение о том, откуда он взялся и кто применил его в Украине, прокомментируйте это ниже. Вот выезжаешь обратно, через это переезд. Давай, без лица. Да, без лица, без лица. Можно сказать, что произошло сегодня? Как всегда происходит, каждый день обстоятельства. Вот сегодня граждан не повезло. Я слышал, что последние несколько дней много прилетов здесь, да? Ну, в самом районе больше 500 прилетов каждый день. Ага, понял. И эвакуация была мирные люди, да? Эвакуация, все бежали под фнаряды. Ага, понял. И много дом горел на городе? Много. Ага. Многоэтажек много, магазинов много, предприятий много сгорел. Ага. И как вы видите, какой страна и откуда это стреляет? Это, с Украины все летит, с Волчанка. Ага. Как вы знаете это? Мы приграничный поселок. Мы в Волчанск. Мы до 14-го года, мы дружили. У нас там родственники тоже. Все, мы прекрасно знаем, откуда это все. Ага. Все, спасибо. Здравствуйте. Ага. Но, как я понимаю, Шебек это много паров стрел, да? Там много попила, шипит. Ага. И кто это сделает? Кто стреляет? В отеле стрела. Украина. Теперь мы можем видеть, что это место находится прямо по улице, а не в 50 метрах от здешнего родительского детского сада или начальной школы. Но сейчас мы возвращаемся на прогулку и попытаемся найти еще несколько мест, которые недавно пострадали, и выяснить, какую информацию мы сможем найти. Так вот, также поступало много сообщений о том, что Украина сбрасывала мины бабочки на этот город, как это было и в Донецке. Так что вот почему мы не прижимаемся здесь к стенам, чтобы быть максимально безопасными для приближающегося обстрела, но мы не хотим наступать на траву и рисковать наступить на мину. Хорошо и так, как ты видишь, прямо за мной есть еще один дом, который был разрушен в результате артиллерийского обстрела. Мы не часто видим людей на улице. До сих пор мы видели одну пожилую леди, но есть и другие люди, которых мы начали водить. Но теперь, когда мы ближе к центру и очень близко к тому месту, где на самом деле падают все эти снаряды, по мере того, как вы видите, все меньше и меньше людей. Но мы все еще здесь для того, чтобы показать тебе, как именно обстоит дело на самом деле. Мы будем продолжать настаивать на своем. Ну это город Шебекино, если. Это улица Ленина проходит. Это дом Держинска, а это Ленина все. Вчера вот угорел, стояв хорошо, что это. А то тоже подошел, пока пожарники чуть-чуть. Как сейчас здесь обстановка? Как вот и вот сейчас в такое время. Бывает покруче. Но вы слышите прилеты? У понедельника, слышим. Да, вот сейчас же слышал ты. У понедельника, то есть сидим в Одинске. Как начали это, грахать, это. Минометы вот это у них. Пять раз только. Где-то вот там, ну, где железная дорога вот тут проходит. Вот и там они это самое. Мы, блин. А почему вы не эвакуировались? У меня сестра уехала, вон второй этаж вот сгорел. Сейчас был, ты что-то взял там у нее. У них холодильники еще работают. Как и шутка, конечно. Это, ну, это. У меня, ну, можно, я не знаю. Я думаю, пережду. У меня пацан, короче, вот, ну, сын. Он не ходит. Вчера тоже раз на балкон, говорю, горит. А, чья-то, я оттуда это. Пришел пожарников вызвал. Вот он хорошо, и вовремя. А они тут где-то рядом были. Приехали, затушили. Все, а уже в четвертый этаж. В окно попало, в окно. Прямо вот там все выгорело. У меня, ну, тоже половина выгорело. А там это, он попал, наверное, на это. Пожарных здесь часто видите? Видите, вот там машины проезжают. Есть. Можно сказать, откуда это прилет? Прилет? Ну, откуда, откуда? С Украины. Это Волчанск, вот. Город есть такой. Мы туда все раньше, это шутка, за колбасой ездили там. Вот, Волчанск, Украина. Вот, вот тут 12 километров, если так, 12. Вот, оттуда и стреляют. Стреляют, как вчера тоже военные сказали, вот это, я говорю, что это, вот трубу бросают там, это, так это. Американские, говорит, эти, гратонометы. Я по телеку видел, это он стреляет, кассетные. Кассету раз в пять штук, как раз, ага, вон она, что ты. И в итоге они вот это, вот там, ну, одна за одной, вот это вот, понял? Так что, ну, нормально, я думаю. Как вас зовут, представьтесь. Мне? Григорий Семенович. И как вы думали, почему украинские стреляют на Шебекину? Украина на Шебекину? Почему? Это, это, при чем тут Шебекина? При чем тут Шебекин? Это война, во-первых, раз. А, во-вторых, это власти. Короче, я тебе скажу, все, воду мутят. Я человек не граб, это я, это. Американцы воду мутят, понимаешь? Американцы, они мутят воду. Все, и деньги. Сейчас дали, Желенский там какой, сейчас другой, ты дали денег, ты там, это все. Вот это. Американцы все. Ну, это, ну, историю надо изучать. Я, как-то, это, там, с покон веков, это. А так, если это замутили американцы. Это в Бандеровсе, там, это. Так, что, так и. Извините. Спасибо. Счастливо. Вот и все. Я уже вижу это. Все в порядке, мы переехали в другую часть города, недалеко от того места, где мы только что были и стали свидетелями еще одного нападения, которое произошло сегодня утром. Квартиры все еще тлеют и дымятся. И мы видим, какой здесь ущерб. Это улица Глесниди Рога Алица, или железнодорожная улица, как можно было бы сказать по-английски. И мы только что увидели здесь разрушение от снарядов, попавших в эту квартиру. Так что давай зайдем внутрь и посмотрим поближе. И ты можешь увидеть трещины, образовавшиеся от высокой температуры, и какой вес мог бы обрушиться, так что смотри, мальчик. О, здесь действительно жарко. Я просто почувствовал жар, вау. Я отрываюсь от этой стены. Квартира вся тлеет. Похоже, что другие квартиры все еще закрыты. Все в порядке. Я думаю, что в данный момент заходить прямо внутрь немного опасно. Я не уверен, видишь ли ты это, эта дыль. Смог. Это же выпускной класс. Это поступающая, аспирант. Так что я не знаю, правильно ли ты понял, снимал я это или нет, но мы слышали, как какой-то аспирант запускал то, что, по-видимому, было запущено. Я услышал приближающийся звук. Все в порядке, так что пора двигаться дальше. Все в порядке. Итак, мы зайдем в эту пятурку, наш продуктовый магазин номер пять, как они называют его по-русски. И вот здесь мы видим поврежденные машины. Мы увидим это в какой-то момент сегодня утром или что-то в этом роде, потому что мы все еще видим поднимающийся вверх дым. Вот здесь произошел взрыв. Это было совсем не то, что мы только что слышали, это была совсем другая атака. Но ты же видишь разрушенную заднюю часть продуктового магазина, разбитые машины. Никакой военной техники нет, только гражданский район, который снова подвергся украинскому обстрелу. Видишь там морозильные камеры? У меня есть холодильники. Ну что же, здесь все еще можно увидеть яйца. А ведь именно по ним стреляет Украина. Что произошло? Ну, прилетели снаряды, грады. Заговелось здание, но больше работы нету. Как и вези в городе, в принципе. Откуда? Я? Откуда? Оттуда. В Украину. И как вы думаете, почему украинские стреляют на твою работу, это магазин? Ну, это место, наверное, за наши выстрелы в эксплуатацию. Мы же они думали, это войный объект. Это не войный объект, конечно. Здесь продают продукты питания. Это никакой не военный объект. Вот как-то так. Всего доброго. До свидания. Предположим, что это град или чешский вампир. Вот дерьмо. О, черт возьми, черт возьми. Так вот, чтобы внести ясность, это самый центр города Чебекано. И теперь мы будем продолжать давить на него, доводить до предела. Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... А ведь это и есть самый центр событий. Вот здесь мы видим магазины, а вот здесь написано нотариус. Это нотариус, нотариальная республика, вот как это переводится. Это очень-очень важный центр. Поговорим. Окно, открой. Здравствуйте. Как вас зовут? Николай. Это какая улица? Ленина. Не страшно? Может, зубы там ставить? Не надо. Не страшно вам? Как здесь сейчас обстановка? Да какая обстановка. Кирова обстановка. Прилетает? Откуда прилетает? От чушки. С Молчанской, может, с Харькова. Вы один живете? Да не, жена в эту деревню уехала. Воин. А вы почему не уезжаете? Да я не знаю. Не могу так. Сколько вам лет? Семь шесть. А дети вас? А? А дети где ваши? Нету детей. Нет? Не родила. Уже прожи там почти. Вы один живете? С соседями. Кто здесь? А соседи повъезжали все. Все соседи повъезжали. То есть вы один в доме живете? Да. А че не эвакуируете? А? Почему не уезжаете? Да че ты, я не знаю. Думаю, все пройдет, все пройдет. Как вас зовут? Николай Иванович. Величенко. Это как? Это как? Какой это адрес? Какой это адрес? Да, сука, я не знаю. Понятно. Ну, я же шестьдесят лет тут. Так что просто оставь записку. Спасибо. И вот мы уже прямо перед зданием Дома культуры, здесь, в центре города. Так вот, мы добрались до центра центра здесь, в Чебекано, прямо перед зданием Дома культуры, и перед вывеской «Я люблю Чебекано» вот здесь. Мы видим, что здесь с обеих сторон произошли столкновения. К счастью, повреждения были не слишком серьезными. Здесь много осколочных повреждений, но они закрыли окна, как и во многих зданиях здесь, мешками с песком, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения. Но ты же видишь, что, похоже, 99% жителей этой деревни эвакуированы. Мы показываем тебе все, что в наших силах здесь, на земле, потому что ты заслуживаешь того, чтобы увидеть, что происходит на самом деле. Не надо просто смотреть мои репортажи. Я нахожусь здесь, в России. Я нахожусь в Донбассе. Я показываю тебе то, чего тебе не покажут основные средства массовой информации. Я нахожусь ни в Киеве, ни в Одессе, ни в Вашингтоне. Наблюдай за происходящим с той стороны, потому что никто не сможет показать тебе все, что происходит снаружи, потому что ни один человек не видит всего. А еще некоторые люди скрывают вещи, как это делает большинство основных средств массовой информации. Я показываю тебе все, что вижу по эту сторону баррикад. Все, о чем игнорируют основные западные средства массовой информации, является ложью. Занимайся самообразованием. Собери как можно больше информации, чтобы ты мог все понять, вместо того, чтобы быть ведомым как овца основными средствами массовой информации.